Господи Боже мой, на Тяуповах, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня, в среду, в день праздника в честь апостолов от 70, за богослужением читается Евангелие от Луки, глава 10, стихи с 1 по 15. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Глава 10. 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 служений уже не 12, а 70 учеников и наставления Господа этим ученикам. Число 70 было у иудеев символическим. Именно 70 старейшин должны были разделить с Моисеем бремя руководства правления народом в пустыне. В Синедрион в высший совет иудеев входило также 70 человек. Книга Бытия говорит о 70 народах земли, которые соберутся вместе, когда каждый народ войдет в радость Господа своего. 70 учеников должны были стать помощниками Господа в его евангельской проповеди. Блаженный Феофилак замечает, Господь избирает 70 учеников по причине множества нуждающихся в учении. Ибо как поля с хорошим урожаем требуют много жнецов, так и для верующих, поскольку их имело быть бесчисленное множество, настояла нужда во многих учителях. Господь учит апостолов тому, что проповедники Слова Божия должны быть всецело сосредоточены на исполнении своего служения, а потому наставляет. Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви и никого по дороге не приветствуйте. Ученики Христовы были призваны не просто показать свое доброе расположение, но благость Божию по отношению к людям. И поэтому они не должны были тратить время на что-то постороннее, создавая препятствия делу проповеди или отвлекаться на решение материальных проблем. Господь заповедует апостолам них переходить из дома в дом в поисках лучшей пищи или условий, дабы не подавать тем самым повода к соблазну, а есть то, что предложит, принимая пищу вместо награды и не требуя большего. Спаситель дает ученикам власть не только исцелять болезни и проповедовать, что приблизилось Царствие Божие, но также возвестить суд Божий тем, кто отвергает благовестие. Борис Ильич Гладков замечает, заповедуя семидесяти отрисать от ног прах тех городов, в которых не примут их, Иисус добавил, но и в таком случае, уходя, кротко говорите, не принявшим вас, знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие. Не укоряйте их, не гневайтесь, а предупредите, что если покаются, то могут быть спасены, ибо Царство Божие близко, не закрыто и для них. Но если они и после этого станут упорствовать, то жителям Содома отраднее будет в последний день, нежели им. Господь разъясняет ученикам важность их посольства. Неслушающие учеников будут наказаны так же, как не слушающие самого Спасителя. Каждому из нас, дорогие братья и сестры, дается возможность лично услышать Христа посредством Слова, которое Он принял от Отца. И чем больший дар благодати получаем мы от Христа, тем больший ответ должны будем дать Господу, поскольку слышавший Слово Божие несет большую ответственность. Слово Божие является для нас маяком в бушующем житейском море. Человек, слышащий и воспринимающий Слово Божие умом и сердцем, живущий в соответствии с этим Словом, становится сильнее и мудрее, укрепляясь в вере. Только так можно, не теряясь в трудных обстоятельствах, спокойно идти по жизни, уповая на то, что Бог рядом. Помогай нам в этом, Господь! Господи Божий мой, на Тяуповах, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Слово Божий.